Следующий вопрос. Тут одна барышня задала вопрос про какой-то мясной клей, который добавляется в пищу. Вот вопрос. Вот для склеивания какой-то пищи. Вот она мне пишет такую историю. Сейчас я засчитаю. Интересно очень. Она пишет. Можно ли узнать у высших сил про мясной клей трансглютазминаза? Такая добавка к пище, которую добавляют производители, чтобы склеивать несклеиваемое в молоке, в твороге, в колбасах и продуктах. Его уже как 20 лет добавляют в продукты. Что делать людям? Как вывести этот клей из организма? Есть такой клей отказаться от многих продуктов. Просто его не выведешь никак. Он скапливается в организме. Он скапливается в организме. И ведет к нарушению очень многих систем в организме человека. Это невозможно вывести. Он очень тяжело выводится. Даже голод. Вот человеческие люди голодают, голоданием занимаются. Даже голодание плохо выводит этот клей. Поэтому лучше всего не принимать продукты сомнительного происхождения. То есть нужно читать все этикетки, составы. Быть подкованными в этом вопросе, изучать как следует все продукты питания. Желательно питаться очень просто, простыми продуктами. Не надо никакой экзотики. Сейчас практически все продукты отравлены. Просто отравлены. Вы это прекрасно знаете. Поэтому стараться покупать у фермеров, тех, которых вы знаете, которым привыкли. Выращивать свое подсобное хозяйство, держать и так далее. Каким-то образом нужно находить пути к тому, чтобы питаться естественно, более натуральными продуктами. Скромно, скромно питаться. Потому что как таковое питание нашему организму и не нужно. Нас подсадили на питание. Человеческий организм может вообще не есть и не пить, и может жить прекрасно себя чувствовать. Конечно, жить намного дольше и способности раскрываются намного быстрее. А то, что нас пичкают, это как все перекрывается у человека. И способности, и видение, и слышание, и понимание самого себя. Все это с этим сделано. Память ухудшается. Все. И таким образом людьми управляют. Это еда, это управление населением. Ну да. Он блокирует энергетические каналы своей вот этой какой-то субстанцией. И прям идет, забивает прям вот энергетику. Да. Да. Теряют люди энергию. Прям вот она как показывает, как вот растекается такое состояние, что склизь, слизь какая-то вот в сельбе. Да, да, да. И пишут, что забивает сосуды. Что самое страшное. Да. Сосуды. Сосуды. Сосуды склеиваются. И что, неужели нет метода, как его вывести из организма этот клей? Не может же быть такого. Дайте какой-то метод нам. Но людям это важно, кто интересуется. Какой метод есть? Хотя бы хоть приблизительный метод вывода этой гадости из организма. Ну вот самый, облегчает вода. Чистая вода. Чистая вода? Именно вода чистая. Родниковая очень хорошо работает. Живая вода. Выводить. Вот больше пить воды и чистой воды. Талая вода. Хорошо. Да. Вот именно как растворитель вода идет. Угу. Промывка идет. Да. Но это медленно все равно. Потихонечку. Но размывает. Да. Разжижает. Она разжижает и она легче отходит. Угу. Она становится более жидкой. Такая вот эта вот масса забитая. И потихонечку так вот как вымывается. Но не быстро. Не быстро. Нет. Понятно. Понятно. На маникулярном уровне какая-то такая сложная идет работа. Угу. Угу. Горная, талая, родниковая вода. Вот так вот идет информация. Да. Она талая, родниковая. Натощак прям вот ее пить прям вот. Короче живую воду надо пить. Сейчас очень много ведь есть делают воду при помощи. Структурируют. Структурируют. Да. Угу. Понятно. Короче говоря пить живую структурированную либо талую воду. Да. Понятно. И горная очень хорошо работает. Ну не у всех есть такая возможность поэтому. Да. К сожалению. Поэтому горные жители, долгожители много. Потому что они промывают. Ну да. Нужно информацию менять воды. Если у человека нет совсем возможности информацию воды своими мыслями менять. Ну то есть заряжать человек с утра встал, налил стакан воды, живой воды обнял ручками. Зарядил намерением его. Сказал. Хотя бы так. Сказал на воду, что сейчас вода для меня является мощным. Да. Очистителем. Очистителем. Да. Растворителем. Да. Лепить воду. И надо обязательно сказать на молекулярном уровне. Да. Да. Хорошо. Хорошо. Хоть какую-то информацию для людей это очень важно на самом деле. Разговор с водой. Да. Разговаривать. Все выговаривать. Да. Все свое сказать. Вода все слышит. Она все впитывает. Нужно использовать эту возможность воды. Она может и забрать плохое, и дать хорошее. Даже бумажку написать, слова какие-то подобрать. Вот такие вот высоковибрационные слова и поставить стакан с водой. Утром натощак выпить. Да. Вода уже несет эту информацию в себе. Да. Это нужно использовать. Благодарю. Спасибо за ответ. Следующий вопрос.